Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Кто виновен в трагедии на Карпышево? Мать двоих детей погибла в массовом ДТП. Самара – будущее мекка для путешественников. Русское географическое общество презентовало атлас туристических маршрутов. Грачи прилетели. Башкиры отметили Куратуй – праздник прилета птиц. Мать двоих детей стала жертвой лихача, который хотел сбежать от полиции. Массовое ДТП произошло в ночь на 17 апреля в Самаре. По сообщению очевидцев, авария произошла на пересечении улиц Карпышева и Гагарина. Предполагаемый виновник, водитель автомобиля Volkswagen Polo, был по предварительной версии пьян. Он пытался скрыться от полицейских и протаранил два автомобиля – ВАЗовскую Гранту и Иномарку. На место ДТП вызвали бригаду медиков. Они пытались оказать помощь пассажирке Гранта, но спасти женщину не удалось. Более подробно об этой истории с комментариями сотрудников ГИБДД мы расскажем в наших следующих выпусках. 77 уникальных уголков в Самарской области вошли в новую интерактивную систему «Атлас-турмаршрутов». Проект презентовали в Самаре в рамках «Недели науки». Она проходит в экономическом университете ежегодно. На большой дискуссионной площадке встречаются уже именитые ученые и молодые исследователи, чтобы подвести итоги работы и представить свои разработки. Какие крупные проекты реализуют в этом году в университете, узнала Лариса Шалафаст. К черту на куличке в мир древних славян и в край ста ключей предлагает отправиться туристам русское географическое общество. Интерактивный «Атлас» включает больше 70 маршрутов по Самарской области. Путь по еще неизведанным уголкам региона все желающие могут выстроить самостоятельно. «Для каждого региона, для каждого города, для каждого села создан полноценный раздел, где мы будем видеть не только все достопримечательности этой территории, но самое главное – все маршруты, которые можно комбинировать». Интерактивный «Атлас» туристических маршрутов страны – это новая информационная система. В ее разработке принимали участие специалисты Самарского экономического университета. Новинку, как один из значимых проектов, презентуют в рамках «Недели науки». Большая дискуссионная площадка собрала исследователей из разных регионов страны, которые сотрудничают с Самарским вузом. «Для нас, вот это мероприятие, которое сегодня происходит, очень важно, как площадка для возможности обменяться мнениями, выработать свою методологию дальнейших действий и попытаться совместно решать, совместными усилиями решать те проблемы, которые сегодня стоят перед нами». Самарский экономический университет совместно с коллегами из других вузов страны в этом году займется реализацией двух крупных научных проектов. Первый касается разработки методики развития топливно-энергетического комплекса страны и региона. Второй проект – международный, посвящен развитию взаимодействия вузов с бизнесом. «Мы реализуем сегодня один крупный проект по развитию бизнеса с вузами Чехии и Китая. В ближайшее время будет сдана в печать соответствующая монография. Кроме этого, мы сейчас являемся участниками крупного европейского проекта по развитию научных исследований. Мы тоже выиграли конкурс в Министерстве образования и науки с рядом других вузов». Делиться научным опытом ученые будут до конца недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Православные верующие встретили светлую Пасху. Торжественные богослужения прошли во всех храмах Самары. Тысячи прихожан собрались в ночь субботы на воскресенье в Покровском соборе. На праздничной службе и в ожидании благодатного огня из Иерусалима ночь провел и Андрей Горгуленко. «Главный христианский праздник – светлое воскресенье Христова – непременно нужно встретить в церкви, говорят верующие. В Пасхе суть христианства – смысл веры. Этот день для верующих знаменует надежду на спасение». «Для нас это самый главный праздник в году. Как и для православных христиан мы его с большим нетерпением ждали, потому что он символизирует победу, добра над злом, и наша надежда на наше спасение дает нам». Тысячи прихожан собрались в пасхальную ночь в Покровском соборе, где торжественную службу провел митрополит Самарский Сызранский Сергий. Центральной частью богослужения стал крестный ход. «Возрадуемся и возвеселимся, Бог, Христос воскресенье!» А уже ближе к утру в Самару из Иерусалима доставили благодатный огонь. Его пламя обладает удивительным свойством. В первые часы после спуска на землю оно не обжигает лицо, и верующие ему умываются. Благодатный огонь спускается на землю каждый год в Великую Субботу. Священники рекомендуют принесенный домой огонь хранить как можно дольше. Ну а в храмах горение поддерживается весь год до следующей Великой Субботы. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Красивый двор – дело рук самих жителей. Под таким девизом на улицу вышли жильцы дома на улице Пенсинской, 65. Благодаря своей активности удалось стать претендентами на участие в федеральной программе «Комфортная городская среда». Победители получат субсидии. На эти деньги можно будет установить детскую площадку, сверудить эту стоянку, провести озеленение. Как приводит свой двор в порядок неравнодушные к чистоте люди, расскажут наши корреспонденты. Стремление к чистоте захватило даже самых маленьких. Во дворе на Пензенской кипит работа. На субботник вышли десятки местных жителей. Так мы убираем себе двор. Наши внуки здесь гуляют. И сами так же. Чтобы было красиво, чисто. Будильники пораньше завели и школьники, и студенты. Сон выходного дня ребята с удовольствием поменяли на участие в субботнике. Прохладное утро и веселая музыка только добавили бодрости. Разделились на команды по несколько человек. Сгребают мусор и прошлогоднюю листву, собирают в мешки, подметают дорожки. Мне хочется помочь городу, сделать его чистым перед весной. Я люблю свой город. Это весело, потому что много друзей, и делать что-то полезное для города. Жители 65-го дома по Пензенской всегда активно поддерживают чистоту в своем дворе. А в этом году намерены участвовать в федеральной программе «Комфортная городская среда». Уже собрали необходимые документы и подали заявку. Дополнительное финансирование на благоустройство потратят на озеленение, расширят детскую площадку. Уверены, чистота во дворе зависит от людей, которые в нем живут. Жители очень много зависят, конечно. В каких домах жители ничего не хотят делать, они думают, что придут, кто-то дядя для них сделает. Такого быть не может. Жители сами должны все это делать, участвовать, содержать. Все от жителей зависит. Тема благоустройства дворов одна из приоритетных для жителей муниципальных образований. И поэтому федеральный проект «Комфортная городская среда» очень востребован. И он даст прекрасную возможность привлечь дополнительное финансирование муниципалитетам на приведение в порядок дворов. Чтобы у самарцев появился дополнительный стимул выйти на субботник, в этом году впервые в Самаре месячник по благоустройству проходит в формате яркого городского проекта «Поработал – отдохни». За активное участие в уборке жители получают различные бонусы от городской администрации. Билеты на концерты, спектакли, выставки, скидки на покупки в супермаркетах. Также жители, которые дружно наведут порядок в своих дворах, бесплатно обеспечат саженцами и рассадой. Мотивация появляется больше. Конечно, это и правильно работать, но когда еще дарят подарки, это, конечно, лучше. Наступает такой момент в жизни, когда не только денежное вознаграждение, но и моральное удовлетворение. А к моральному удовлетворению еще и что-то, какой-то бонус – это вновь неприятно. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. После уборки во дворе накрыли стол для чаепития с горячим и ароматным угощением. А 22 апреля, в день общегородского субботника, всех участников генеральной уборки приглашают на концерт группы «Серебро» на площадь Куйбышева. Поработал? Отдохни. Олеся Корецкая, Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Перформанс из мешков с листьями, симфония из звуков грабель по земле и драматические роли дворников. На субботник вышли творческие союзы «Самары» вместе с деятелями искусства в сквере на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе убирался Андрей Горгуленко. Художники, композиторы и актеры, как и подобает деятелям искусства, играючи собирают мусор и сгребают опавшую листву. Для старых друзей совместный субботник – отличный повод встретиться, пошутить, пообщаться. А вместе с этим внести свой вклад в наведение порядка в родном городе. Все мы хотим, чтобы наш город был чистый. Мы здесь живем, мы ходим по этим улицам, по этим скверикам. Поэтому мы все граждане одного города, независимо от профессии. И хотим, чтобы нас радовала наша жизнь. Выбор места для уборки оказался не случайным. Многие из них по пути на работу проходят через сквер на пересечении Красноармейской и Фрунзе. Это центр города. Это один из центральных таких маленьких сквериков, где у нас все театры вокруг находятся. Вот наш институт культуры здесь рядом. То есть это наша зона. Как правило, все творческие организации находятся в центре города, что хорошо. Тем более, мы когда каждый день идем на работу, нам хочется, чтобы дорога была приятной. На совместный субботник Самарские творческие союзы вышли впервые. Но уверены, что теперь это станет доброй традицией. Андрей Горгуленко, Максим Бусев. События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре полицейские задержали банду, которая грабила владельцев автомобилей. Только за один месяц они совершили четыре разбойных нападения. Двоих предполагаемых злоумышленников арестовали в МРЭУ, куда они приехали вместе жертвы для переоформления похищенного автомобиля. Через несколько дней на въезде в город Самару оперативники уголовного розыска с помощью инспекторов ГИБДД задержали еще троих подозреваемых. В Самаре сотрудники Росгвардии вернули родителям потерявшегося ребенка. Девятилетний мальчик пропал в районе пересечения улиц Ленинградской и Фрунзе. Через некоторое время сотрудники Росгвардии заметили на улице Куйбышева несовершеннолетнего, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. При этом ребенок находился один, без сопровождения взрослых. Патрульные передали мальчика матери. Любители селфи из Бузулука чуть не уплыли на бревне в Самару. Это случилось в субботу, 15 апреля вечером. Двое жителей Бузулука сплавлялись на резиновой лодке по реке Самара. Увидев проплывающее мимо большое бревно, мужчины решили сфотографироваться на нем. Перебравшись на бревно со своей лодки, любители селфи не заметили, как она отплыла. Мужчинам пришлось остаться на бревне. Тогда-то они и были замечены сотрудниками полиции. Горе путешественников спасли рыбаки. В Самаре за лучший проект монумента ракетостроителям заплатят 350 тысяч рублей. Памятник установят на территории музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Он должен представлять собой многофигурную композицию. Всего установят 7 статуй. Среди них фигура основоположника производства ракетно-космической техники Сергея Королева, главного конструктора космических систем Валентина Глушко, генерального конструктора ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Козлова, директору Куйбышевского мотостроительного завода, ныне ООО «Кузнецов», Леониду Чечени и Ростиславу Зеленову. Победитель получит премию в размере 350 тысяч рублей. Разработчик проекта, который займет второе место, 250 тысяч рублей. За третье место выплатят 150 тысяч рублей. Конкурсные материалы будут принимать не позднее 1 сентября в управлении главного архитектора города. Куратуй или по-русски птицы прилетели. Национальный башкирский праздник отметили в Самаре. Поприветствовать наступившую весну собрались представители многих национальностей. И башкиры, и татары, и чуваши. Особилили все положенные традиции, пели, танцевали и угощались пшенной кашей. Мариана Мирная тоже повеселилась. Первым делом традиционные угощения, сладости и пшенная каша – символ богатого урожая. Всю кашу съедать нельзя, нужно оставить птицам, которые только что прилетели с юга на родину. У башкиры это означает, что пришла долгожданная весна. Когда только земля появилась, варили яйца, весной что еще оставалось? Варили пшенную кашу, потому что в это время уже с мясом проблемы со всеми продуктами. И вот то, что было у нас на тот момент, все это брали дети с женщинами и шли на эти лужайки, которые черная земля появлялась после просыпала земля, шли на эти лужайки, пели песни. Праздник прилета птиц отмечается в Самаре уже 11-й год. И за это время из башкирского превратился в межнациональный. Башкиры, татары, чуваши, осетины – все народы Самарской области многое делают для того, чтобы сохранить свою национальную культуру, язык и традиции. Когда мы зашли и смотрим, как молодежь танцует, это же культура. И знаете, самое главное для нас, наверное, все-таки, чтобы мы передали, в том числе башкирский народ, чтобы передали своим детям, своим молодежи. И уже мы будем спокойны, что хотя бы лет 25, 40, 50, уже мы будем спокойны вырастут. И уже мы знаем, что мы не зря работали в этой сфере. Обычай Куратуя гласит, чем больше песен будет спета, чем больше сказок рассказано, тем счастливее будет наступивший год. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят сюжеты к следующим эфирам. Человек высокого полета, бывшему директору Авиакора Виктору Земицу сегодня исполнилось бы 100 лет. Жизнь налаживается. Эксперты повысили кредитный рейтинг Самарской области до уровня стабильной. Чем будем угощать? Власти бизнеса обсудит перспективы ресторанного дела в преддверии футбольного чемпионата. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok